МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепетова. Несколько часов остается до самого любимого праздника россиян. Предновогодняя суета, приятные хлопоты и последнее приготовление. Впрочем, чтобы праздник принес только положительные эмоции, не стоит забывать о правилах безопасности. О них вам напомнит моя коллега Алина Волчейская. Сон в салате, утро в отделении полиции, обморожения, ожоги, переломы и другие травмы. И это далеко не весь список неприятностей, которые может возникнуть при злоупотреблении горячительным. В новогоднюю ночь как никогда стоит знать меру. Статистика говорит о том, что большинство курьезов происходит как раз не на трезвую голову. Ой, тепленькое прошло. Под Новый год человек отправляется в баню. Это его прекрасно характеризует. Потом он там надирается по случаю женизьбы. Это тоже в его пользу. А потом его как чурку кладут в самолет. Следует помнить и об элементарных правилах безопасности. Читать инструкцию по применению пиротехники, тепло одеваться, отправляясь на елку. Не ввязываться в конфликты с нетрезвыми людьми. Хотелось бы предостеречь наших граждан от всех и всяческих случаев. От комических до трагических. Во-первых, самое главное и самое большое, что хотелось бы сказать, это берегите себя. Хотелось бы доложить нашему населению о том, что личный состав уже приступил к несению службы. И, соответственно, все праздничные и послепраздничные дни, и рождественские праздники мы будем нести службу в усиленном режиме. Полицейские будут обеспечивать правопорядок на протяжении всей новогодней ночи. Но чтобы праздник не обернулся неприятностями, пребывая на массовом гулянии, следует помнить, что нельзя отпускать далеко от себя детей. Ведь при большом скоплении людей легко затеряться. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы во избежание получения травм. При получении информации об эвакуации действуйте согласно указаниям администрации и сотрудников, ответственных за обеспечение правопорядка. Соблюдайте спокойствие и не создавайте панику. Не следует забывать и о том, что все декорации – елка, шары, ледовые скульптуры и надувные фигуры – исключительно для эстетического удовольствия. Проверять их на прочность совсем не обязательно. Декорации, которые стоят на площади, они достаточно хрупкие, поэтому большая просьба ко всем жителям и гостям нашей столицы бережно относиться к этому новогоднему убранству. Многие горожане после новогодней ночи предпочитают отправляться в путешествия, зачастую довольно экстремальное. По статистике, большое количество автомобилей на зимнюю автодорогу на Ринмар-Усинск выезжают в новогодние каникулы. Следует помнить, что зимник достаточно суров и опасен, а потому, выезжая, запаситесь топливом, продовольствием и теплой одеждой, зарядите мобильные телефоны и обязательно сообщите родным и близким о времени выезда. Помните, сделать праздничные воспоминания приятными и добрыми в силах только вы сами. Берегите себя и хорошего вам Нового года! Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Совсем скоро на центральной площади города, на каждой улице и в каждом дворе в небо запустят тысячи ярких и цветных огоньков. Традиционно после боя курантов жители столицы региона выходят из дома, чтобы зажечь праздничные фейерверки и салюты. Как сделать новогоднюю ночь максимально безопасной для себя и своих близких, используя пиротехнику, расскажем в следующем материале. Салюты и фейерверки уже давно стали неотъемлемой частью Нового года, как елка, мандарины и салат оливье. Чтобы посмотреть на праздничный салют, уже не обязательно идти в центр города, туда, где проводятся массовые народные гуляния. Устроить красочное световое шоу можно под окнами своей квартиры. Сегодня купить салюты и фейерверки можно без всяких сложностей. На витрине магазинов можно найти целые батареи огненных залпов. Выбор большой, великий разброс по ценам от нескольких сотен до тысяч рублей. К выбору пиротехники надо подходить со всей серьезностью. Перед приобретением спросите у продавца сертификаты на огненную продукцию. Ее качество может сохранить вам хорошее настроение и здоровье. После празднования Нового года по всему миру ежегодно подводят печальную статистику. Жертвами пиротехники становятся и взрослые дети. Ведь пиротехника, насколько красива, настолько же и опасна, отмечает представитель МЧС Денис Литвинов. Могут нанести вред не только себе, но и окружающим. Теми же самыми петардами, хлопушками. Были случаи, у нас в городе случаи были, что в людей попадали, пресловутые ракетницы и все такое. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо соблюдать ряд простых требований. В первую очередь ознакомьтесь с инструкцией. Там пошагово указано, как запустить салют правильно, а значит безопасно. Ни при каких условиях никакая пиротехника не должна использоваться в помещениях. То есть это только на улице. На улице выбираем свободную площадку подальше от зданий, от строений, от автомобилей на безопасном расстоянии. Кстати, для каждого вида пиротехники определено свое безопасное расстояние. Тщательно выбирать стоит и площадку для установки фейерверков и салютов. Для пуска изделия надо выбрать ровную твердую поверхность. Не надо ставить ее в сугроб, потому что он сам по себе мягкий. И пиротехническое изделие от первого же залпа может накрениться. От второго накрениться еще сильнее и потом уже полетит в зрителей. Этот фейерверк даже не успел взлететь в воздух, разорвался прямо на земле. К счастью, зрители успели отойти на безопасное расстояние. А это наглядный пример того, где не стоит устанавливать пиротехнику. Заряд взорвался на парковке. На этом видео видно, что фейерверки взорвались в толпе. Есть жертвы. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать правила безопасности, быть предельно внимательными и обязательно читать инструкции по применению. Тогда разноцветные огненные вспышки в небе принесут только радость, восторг и оставят хорошие воспоминания. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». В режим работы светофора на перекрестке улиц 60 лет Октября и Рабочая внесены изменения. Это сделано с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Теперь, когда для пешеходов горит разрешающий зеленый сигнал, пешеходного светофора транспортным средством со всех направлений движения запрещено. Целью разгрузки движущихся транспортных потоков введена дополнительная секция с зеленой стрелкой, разрешающая поворот направо с улицы 60 лет Октября на улицу Рабочая. Госавтоинспекция рекомендует быть внимательными на данном участке дороги и следовать требованиям светофорных объектов. В предстоящие новогодние каникулы отдыхать будут не все. Свои работы во время длительных праздников не приостановят окружные медики. Экстренную медицинскую помощь, как всегда, будет оказываться круглосуточно в стационаре окружной больницы. В усиленном режиме готовы работать и бригады скорой помощи. Установлены в график работы поликлиник. Врачи-стоматологи Ненецкой окружной стоматологической поликлиники работают 3, 6 и 9 января с 10 часов утра до 15.30. 4 и 8 января прием пациентов будут вести Центральная районная поликлиника Заполярного района, Взрослая и детская поликлиники Ненецкой окружной больницы. В районной поликлинике 4 и 8 января с 9 часов до 12 будут работать педиатр, терапевт, хирург, гинеколог и стоматолог. В эти же часы будут открыты рентген-кабинет и лаборатория. Взрослая поликлиника 4 и 8 января работает в режиме приема пациентов терапевтам и хирургам, вызова врача на дом. Терапевт ведет прием с 9 до 14.00, хирург с 9 до 13.00. Вызовы терапевта на дом принимаются с 9 до 14.00 часов по телефону 4 28 69. Посещение больных на дому осуществляется с 10 до 15 часов. Детская поликлиника 4 и 8 января работает с 9 часов утра до 16.00. Через несколько часов наступит год красной огненной обезьяны. Как встречать 2016-й, что приготовить к новогоднему столу, расскажем через несколько секунд. Коллекция программ документальных и видовых фильмов о родном округе, об исторических местах Нарьенмара, достопримечательностях Ненецкого автономного округа, туристических маршрутах, об уникальной культуре коренных народов Севера, производство Ненецкой телерадиовещательной компании теперь доступно всем жителям и гостям округа. По многочисленным просьбам телезрителей мы запустили новый проект – видеоальбом «Нао». Диски из видеоальбома – это лучший подарок для друзей, коллег и любимых. А также повод собраться всем вместе для семейного просмотра любимых фильмов об округе. Производство телеканала «Север». Итак, 2015 год скоро сдаст свои права. Он уходит, постепенно освобождая площадку своему сменщику 2016-му. По восточному календарю наступает год огненной красной обезьяны. И хотя на самом деле восточный календарь вступит в свои права только в феврале, но по традиции символ Нового года начинает приветствовать уже новогоднюю ночь. Прежде всего, обезьяну стоит задобрить ее любимыми блюдами. Блюда должны быть яркими и вкусными. Ярким должно быть и украшение новогоднего стола. Для начала на стол стоит постелить красную скатерть. Огненной обезьяне это придется по вкусу. Ну и, конечно, побольше огней, гирлянд, свечей в ярких подсвечниках, мишуры, хлопушек, бенгальских огней, шариков и петард. И, конечно, фигурка обезьянки на праздничном столе будет не лишней. На первом месте на столе, конечно, должны быть фрукты. В новогоднюю ночь не отказывайте себе в паре конфет, орешках в шоколаде и кусочки торта. Наступающий год – год огненной обезьяны, поэтому острые блюда будут к стадиям. Впрочем, из уважения к вегетарианке и обезьянке, мясом и рыбой лучше не злоупотреблять. Зато пряностей, острых приправ и зелени можно не жалеть. В любом случае, главным украшением Нового года обезьяны 2016 будет ваше хорошее настроение. Месяц понадобится на восстановление тем, кто в предстоящие 10 дней новогодних праздников намерен обильно есть, пить и практически не двигаться. С таким предостережением выступил доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов. По его словам, организовать застолье и отдых в январские праздники так, чтобы организму было легко, а семье весело, не так уж сложно. Но для этого необходимо соблюдать несколько правил. Вспомните о них, когда пойдете в магазин закупать продукты. 31 декабря необходимо придерживаться привычного режима питания. Плотный завтрак, белковое блюдо, углеводный гарнир, горячий напиток. Полноценный обед с акцентом на суп и легкий ужин. После этого бокал шампанского в новогоднюю ночь подарит ощущение праздника. А общение в кругу семьи или друзей будет хорошо сочетаться с фруктами. Горячие блюда должны быть нежирные и нежаренные. Например, запеченная курица, которую смело можно назвать диетической. К этому удачно подойдут овощные гарниры. Пусть будет и оливье, но в небольших количествах. При повышенном давлении желательно ограничивать соль. И не стоит в новогоднюю ночь сидеть перед телевизором. Если есть возможность прогуляться, ей лучше воспользоваться. О том, что 11 января нам пора на работу, стоит вспомнить еще 9 января. Постепенно начать переходить на здоровый режим питания. Далее расскажем о том, что ждет жителей Наринмара после боя курантов и в новогодние каникулы. Самое масштабное и яркое событие традиционно начнется в первые часы нового 2016 года. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу улица Ленина, дом 25А. Телефон 2-17-17. Приближается главный праздник зимы – Новый год. Впереди россиян ждут 10 дней каникул. В эти дни для гостей и жителей Заболярной столицы учреждения культуры, музея и спортивные организации подготовили насыщенную праздничную программу. Самое масштабное и яркое событие традиционно начнется в первые часы нового года. С часу ночи гостей праздника на площади Марацей ждет шоу-программа «С Новым годом на Ринмар». Жителей, гостей города ждет сюрприз. Это в первую очередь. Единственный секрет, который я могу раскрыть, что театральная постановка, которая будет происходить в новогоднюю ночь, она будет связана, во-первых, с наступающим годом по восточному календарю обезьяны, и, во-вторых, она будет посвящена еще и году российского кино, который объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2016 год. После театрализованного представления гуляния на главной площади региона продолжатся праздничной дискотекой. 4 января у гостей и жителей региона есть уникальная возможность услышать вживую лучшие мелодии и песни из любимых кинофильмов. Концертный ансамбль Дворца культуры представляет на суд зрителей программу «Операция И-2 бемоль-мажор». Гости и жители Заполярной столицы смогут услышать легендарные мелодии из фильмов «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля», «Джентльмены удачи», «Приключения Шурика» и другие. А 6 января во Дворце культуры Арктика состоится концерт эстрадно-джазовой студии «Импровиз. Мечта сбывается». Это не просто концерт, это грандиозное световое шоу, незабываемая атмосфера живого звука и песенные откровения талантливых вокалистов эстрадно-джазовой студии, которые исполнят для вас только лучшие хиты замечательного композитора признанного классика отечественной поп-музыки Юрия Антонова. В Рождество гостей принимает этнокультурный центр. В рамках праздника «Рождественская карусель» пройдут выступления фольклорных коллективов, различные мастер-классы, на которых можно изготовить своими руками рождественские подарки. А также всех собравшихся ждёт кукольное представление, хороводы вокруг ёлки, игры и забавы. Под рождественской звездой под таким названием 8 января в 16 часов во Дворце культуры Арктика пройдёт праздничный концерт народного вокального ансамбля «Сударушка». В театрализованной музыкальной программе для гостей прозвучат рождественские русские народные и казачьи песни, а потрясающие голоса артистов создадут незабываемую атмосферу рождественского праздника. В новогодние каникулы гостей будет принимать Ненецкий краеведческий музей. Посетители смогут не только познакомиться с выставками и экспозициями, но и принять участие в музейных праздниках. Для нас музейные новогодние праздники – это некие такие новогодние занятия, которые знакомят ребят и их родители с традициями праздников, с какими-то обычаями нашего региона, нашего края. Соответственно, дают возможность развиться неким таким творческим способностям детишек, поскольку там всегда проходят какие-то интерактивные ещё занятия. Предстоящие новогодние каникулы для взрослых и детей будет организовано три праздника. 4 и 5 января в полдень для всех желающих пройдёт игра «Новогодние приключения оленёнка Авки». Гостей ждёт встреча с оленёнком и его другом-медвежонком, Дедом Морозом и Снегурочкой, которые проведут увлекательные конкурсы. 6 января также в полдень сотрудники музея приглашают на интерактивное занятие «Новогодние забавы». В программе праздника «Новогодняя эстафета» знакома с книгами, загадками и пословицами. Мастер-класс по изготовлению новогодних праздников. Светлый праздник Рождества. Он пройдёт 8 и 9 января в полдень. Гости познакомятся с традициями и обычаями рождественских дней. Узнают, что такое вертепный театр, своими руками приготовят рождественский подарок. Алена Валей, Вадим Носкин, Леонид Шишевов, Телеканал «Север». Уходящий год в России был объявлен годом литературы. Для НАУ годом ребёнка и добрых дел. И в жизни каждого человека, несомненно, есть что-то доброе. А что именно, мы узнали у жителей нашего города. Я поступила в техникум, закончила школу на хорошо. Хорошо сдала успешные экзамены. Ребёнок в институт закончил. Раз. Сюда к вам приехали два. Рождение ребёнка. А в моей жизни родился ребёнок, моя дочка. Поэтому год не может быть плохим, если в нём родился ребёнок. Всё хорошо, всё ровно, всё гладко. Никаких таких больших впечатлений нет. Всё хорошо. Очень приятно было, что у меня сын старший купил квартиру. Живёт сейчас отдельно. Это очень здорово. Получили квартиру. Детей свозили, дети отдохнули. Ребёнок ездил в Крым отдыхать. Очень хардко, очень понравилось. Всё хорошо. Жаловаться не на чё. Всё очень хорошо было. Может, игрушку тебе купили новую? Да. Очень много хорошего. Замечательно. Во-первых, хорошая погода. Не было жарко. Во-вторых, были очень... Хорошей встречи с людьми. Я желаю всем, наринмарцам, чтобы они каждому дню радовались. Есть что вспомнить в этом году и нашей телерадиокомпании. Мы работали для вас 24 часа в сутки. Новости, программы и другие передачи. А сегодня наши ведущие и радио, и ТВ спешат поздравить вас с наступающим Новым годом. С Новым годом! Уже совсем скоро пробьют новогодние куранты. Но перед этим в эфир выйдет мой коллега Олег Хатанзейский. Он расскажет об итогах уходящего года. А я желаю вам всего доброго и только хороших, радостных и приятных новостей в наступающем году. Продолжение следует...